Всем привет, дорогие друзья! Я запустил на нытике, потому что... Ну, я увидел, как играют некоторые другие люди на РП, я хочу немного постебаться над этим. Я не хочу это стримить на основной канал, просто хочу немного посмеяться. Посмеяться, пошутить? Люблю шутить, знаете. Шутки — это весело. Кто не шутит, тот никогда не веселится. О, как раз какая удача! Боб идёт по улице. Старина... Бобби, Бобби, прости за вчерашнее. Прости, что я тебя ударил, братишка. Ты не мог бы мне сказать... Ты не злишься? Прощаешь меня? О, ну слава богу. Да ладно, ну всё, больше не будем. Больше не будем ссориться. Давай не будем снова начинать. Что? После того, как я тебе вчера рассказал после работы о том, что видел вчера взрыв, ты поехал в то место, да? И что? И что ты увидел, как там копается легавый в уликах? Ты действительно увидел? Что, на месте взрыва работали легавые? Спасибо, Боб. Ничего себе, вот это инфа. Хорошо, что Боб со мной ей поделился. Сьюзи, Сьюзи, послушай... Послушай, извини, что я сегодня поздно вышел на работу. Ты же говорила мне, что у тебя бабка была ясновидящая. У тебя какие-то остались от неё способности. Да, слушай, я тебе сейчас передам фотографии одного человека. Перешлю ММС-кой. Ты, пожалуйста, не могла бы посмотреть и благодаря этой фотографии узнать, где он живёт, где он находится. Почувствовать его, скажем так... Вот, я тебе переслал. Почувствовать его, скажем так, местоположение. Посмотри, пожалуйста, на фотографию. Да-да-да, он один раз говорил мне, что живёт в каком-то фургоне. Ага, ага, где-то в Сэнди Шорс. Фургон где-то в Сэнди Шорс. Угу, спасибо большое. Всё, едем в Сэнди Шорс. Едем в Сэнди Шорс. Боже, как идёт расследование. Просто, блядь, факты сами, так сказать, ко мне в руки падают. Ничего себе никогда бы не поверил, что так можно. Сомневаюсь, что он стал бы выкупать себе трейлер в центре посёлка. Это не в его стиле, потому что он ведёт тёмные дела. К тому же он уже пожилой, поэтому ему наверняка долго ходить до заправок и до приёма еды, до бара местного было бы лень. Поэтому нужно искать где-то рядом с баром, скорее всего. И рядом с заправкой, если такое место найдём в Сэнди Шорс, то начну поиски прямо оттуда. Плюс я с собой взял Таксу, который живёт у нас в таксопарке. Такса Тинкер Белл, которая всегда находит всё по запаху. Вот, и у меня остался случайно оброненный Волтером Ковальский вчера носовой платок. Тинкер Белл, искать, искать. Ты бежишь туда, да? По запаху вот сюда? Угу, угу. Оф-оф, я слышу тебя, я слышу тебя. Всё, 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 можешь остановиться. Тук-тук-тук, мистер Ковальский, вы случайно не в этом трейлере живёте, моя Таксона? Господи, какое счастье. Сейчас, секундочку. Да, добрый день, добрый день, я должен отпустить Таксу. Секунду. Тинкер Белл, Тинкер Белл, всё, домой, прямо к нам в таксомоторный парк. Бежим. Волтер, Волтер, выходите. Нужно бежать. Я вчера рассказывал в таксомоторном парке о том, что видел вчера взрыв, и один мой знакомый, любопытный Бобби, который чинит наши машины, поехал на ту заправку и видел, как там копаются копы. В частности, один из главных копов, по-моему, его зовут Хартман. Садитесь, пожалуйста, в машину, мы срочно должны поехать на ту заправку и посмотреть, что они могли раскопать. У меня какие-то проблемы с полицией или с... Да, у вас могут быть проблемы с полицией, у вас могут быть проблемы с полицией, вас могут подозревать в террористическом акте и в том, что вы угнали полицейскую машину, но всё... Нет, это всё глупости, это глупости мы сделаем так, что никто не сможет этого доказать, поверьте мне. Сэр, вы хозяин магазина? Как вас зовут? Адам, Адам, послушайте, у вас здесь камеры, знаете, я готов вам заплатить за то, чтобы вы отдали нам вчерашнюю и сегодняшнюю кассету, как мы приезжали, и на всякий случай позавчерашнюю. Да, какой-то коп уже интересовался, послушайте, этот коп, он продажная сволочь, посмотрите на нас, мы пожилые люди, мы в опасности. Адам, сколько вы говорите? Достаточно того, что я куплю у вас молоко и вы отдадите нам все эти кассеты? Вы невероятно щедры, я даже куплю два молока. Больше? Но он согласился обменять кассеты на молоко, я не думаю, что нам стоит тратить, я купил два молока вместо одного. Так, всё, он сказал войти в подсобное помещение, забрать кассеты. Но копии могут быть в полицейском участке, но мы сможем сделать так, что видеодоказательство не будет считаться видеодоказательством в суде. Секунду, я должен зайти ещё в тот дом и узнать... Сэр, у вас есть знакомый хакер? Да, у меня есть знакомый хакер, именно к нему я и собираюсь поехать. Здравствуйте, здравствуйте, мэм, как вас зовут? Маргарет, да? Маргарет, вы видели, вы видели этого пожилого человека вчера? Какая нехорошая ситуация, а вы не могли бы забыть о том, что он здесь был? Вам нужно два молока, чтобы вы забыли об этом, мэм? Конечно, конечно, только никому не говорите, только никому не говорите, сотрите это у себя из памяти. Так, держите ваши два молока. Да, мэм, вот эта вот палка, смотрите на неё, она стирает память. Мой друг из федерального агентства Люди в Чёрном передал её мне. Пшш, всё, бежим, 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 бежим. Теперь к хакеру. Молодой Макалей, он живёт в центре города, сейчас мы заедем к нему. Точнее, не в центре, он живёт в богатом районе, потому что он на биткоины покупает видеокарты и продаёт их. Секунду, сейчас выйдите из машины сразу. Сейчас я подойду. Армен, скажи, ты видел вчера проезжающего здесь копа? Это был Хартман? Армен, ты уверен? Угу, спасибо, Армен. Да, чёрт, этот коп, это точно был Хартман. Он точно был здесь, Армен знает его, потому что Хартман живёт неподалёку от сестры Армена. Так что он его знает в лицо, едем. Вот здесь, вот здесь живёт Макалей, подождите секундочку. Макалей, вот посмотри, это запись с камеры видеонаблюдения в магазине напротив заправки. Ты смог бы отредактировать её, вставить вместо вот этого вот пожилого человека в машине лицо капитана Хартмана? Тебе нужна его фотография? Угу. Угу, как майнится биткоины? Нормально? Ну всё, отлично. Так, чёрт возьми. К сожалению, мы не можем прямо сейчас передать ему видеозапись. Нам нужно заехать сначала в полицейский участок и сфотографировать, точнее найти там фотографию Хартмана, либо сфотографировать его самого. Я встану где-нибудь неподалёку. Сэр, вы не знаете, в полицейском участке кто-нибудь есть? А, он был закрыт. Ночью. Все ушли. Но тот, кто закрывал, случайно обронил ключи. Ох, как мне повезло. А где они лежат? Рядом с той хреновиной справа от входа. Так, подбираю ключи. Открываю дверь. Быстро, быстро. Где же видеокассеты? Ага, вот они. Отлично, я забрал видеокассеты, которые нашёл Хартман. Осталось только найти его фотографию. Где же... Так, стенд, стенд. Лучшие работники месяца. Поздравляем нового капитана с тем, что он заступает на службу. Его фотография. Угу. Так, секунду. Опа. Всё, есть, есть. Как же мне повезло. Достаю снова ключи, закрываю дверь, чтобы никто не спалил. Сэр, сэр, меня здесь не было. Меня здесь не было. Да, вы полностью на моей стороне. Вы тоже ненавидите этих копов, потому что живёте на улице. Здорово, сэр. Да, 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 да. Пошли они нахуй. Я выкидываю ключи в мусорку. Бегу, 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 бегу в машину. Да, боже, как я всё провернул. Как же, как же мне везёт. Я даже не знал, что такая удача способна преследовать меня на каждом шагу. Вот это я понимаю. Если бы я был компьютерным геймером, это был бы просто MLG, как говорит молодёжь. У них не осталось никаких доказательств. Волтер, вот и Макалей, отлично. Да, мне безумно повезло. Дело в том, что я нашёл ключи от участка. Они их случайно обронили рядом. Я смог проникнуть внутрь и уничтожить все доказательства против вас. Более того, найти фотографию Хартмана. Макалей, держи кассету. Эту я уничтожаю. Так, вот эту держи. Мне нужно, чтобы ты вклеил фотографию этого человека на видеозапись. Секундочку, секундочку, секундочку. Так, ты уже сделал это, Макалей? Ты просто настоящий хакерский гений. Так, мне нужно посмотреть результаты. После этого я передам вам кассету, мистер Ковальский. Так, смотрим, смотрим, что же получилось у Макалея. Угу. Угу. Всё будет нормально. Отчётливо, отчётливо виден Хартман за рулём. Ну всё, слава богу. Главное объяснить, что мы там делали. Но я что-нибудь придумаю. Случайно оказались рядом. Вон он, сука, в машине сидит. Пидарас такой. Как же идеально работает Макалей. Так. Ага, здорово, здорово. Так, всё, отлично. Отлично. Этот клип мы и будем передавать губернатору. Работа была идеальна. Я перешлю вам запись, мистер Ковальский. Вам нужно будет показать её губернатору. Сказать, что Хартман сам взорвал эту машину. Мы были свидетелями со Стеллой. Передайте Стелле, что это был Хартман за рулём. Если вы понимаете, о чём я. Угу, угу. Так, и ещё. Помнишь, Макалей, ты рассказывал мне о новой системе спутниковой Азус 386, которая следит за всем нашим городом. Пожалуйста, используй эту фотографию ещё как-нибудь. Если сможешь, найди какие-нибудь спутниковые снимки, Какого-нибудь собрания нацистов или фашистов, И пришли мне, как будет готово. Всё, побежали, 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 побежали. Нам ещё надо заехать в одно место. До сих пор не понимаю, что я натворил. А мы так тщательно заметаем следы. Да, если... Это я серьёзно сделал. Волтер, если они узнают, если кто-нибудь узнает, что вы сделали, Вам грозит. Вам грозит много-много лет тюрьмы. Может быть, даже больше, чем вы прожебёте. Ни в коем случае. Значит, мне не стоит этого знать. Вам не стоит этого... Посмотрите на меня. Вы когда-нибудь видели, чтобы я так спешил? Чтобы я так торопился? Чтобы я так переживал? Да никогда. Меня всегда звали... Сэр, сегодня вы просто на взводе. Ричард, железные яйца. Ричард, железные нервы. Это всё было про меня, но... Когда единственный мой друг в этом городе, который отнёсся ко мне доброжелательно, находится в опасности, я готов на всё. Я готов подключить все свои связи. Здесь я договорился. Сидите здесь, я пойду поговорю с Кейшей. Она за этим ящиком. Кейша, Господи, слава Богу, что я встретил тебя. Послушай, послушай этот Хартман, который стрелял в вашем районе и чуть не зацепил маленького... маленького Синдеренчика. Он настоящая свинья. Он теперь захотится за моим лучшим другом. Мне нужно, чтобы ты дала показания против него. Помнишь, когда он последний раз сюда приезжал? Скажи, что он не просто приходил, но... в ваш район, но ещё и снимал одежду и анонировал перед окнами в гетто, и дети смотрели на то, как он анонирует. Да-да-да-да-да. Ты подтвердишь эти слова? Отлично, отлично. Макалей, это снова я. Послушай, помнишь, я опросил спутниковую систему? Вот те фотографии из гетто. Тут какой-то мужик анонирует перед детьми. Можешь туда ещё приделать голову Хартмана? Угу, угу, спасибо. Всё, всё, всё. Я... Мэм, вот тут вот ваши показания о том, как он анонировал. Да-да-да-да-да. Вот тут вот. Распишитесь. Всё, это для губернатора. Мы подкрепим это фотографией Кейша. Всё отлично. У меня есть показания... Показания Кейша о том, что Хартман голый стоял перед её домом и анонировал. И дети смотрели на это. У меня есть фотодоказательства. Так, стоп. Пришли... Пришли ММСки с фотографиями, которые сделал Макалей. Секунду. Ага. А вот это то, что снято со спутника. Ах, он сукин сын. Ходит на такие собрания. Ну, понятно, понятно. Губернатору это понравится. Так, так. А вот и фотографии из гетто. Ну и педрила, блядь. Ужасный мудак. Господи Иисусе. Кто бы мог подумать... Кто бы, блядь, мог подумать, что этот хуй занимается такой залупой. Всё, ему никак не отмазаться. Нам просто несказанно повезло. О, секунду. Сэр, может быть, нам стоит найти адвоката? Нет, не знаю. Не знаю. Не знаю. Я ещё продумаю разные варианты. Погодите, погодите. Вот эта кукушка в этом дереве, она могла нас видеть, как мы ехали. Так, кукушка, пожалуйста. Пожалуйста, никому не рассказывай. Это понятно? Ага. Всё, я договорился с ней. Да-да-да, мистер Ковальский, вам надо... Выстрелили в неё из рогатки. Да, я выстрелил... Не, я не стал. Я показал ей рогатку и сказал, что если она будет слишком много куковать, то ей придёт пиздец. Теперь можете жить спокойно, ни о чём не переживать. Я пойду поцелуюсь Юзе на прощание. Огромное тебе спасибо. Послушай твои экстрасенсорные способности. Что бы я без них делал? Спасибо, Юзе. Фух, ну вроде отмазали, вроде отмазали мистера Ковальский. Я думаю, что нам несказанно повезло, что карты так сошлись. Боже, это РП. Оно иногда бывает очень напряжённым. Он что-то хотел сказать, но я уже вышел, к сожалению. Спасибо.